Я помню с детства мы ездили в лагерь на Финский залив, и мы с удовольствием там купались, брезвились, нас тренер не могла вытащить из воды. Но приезжая сейчас на Финский залив, у меня, честно говоря, какая-то брезгливость, и я не залезу туда купаться, потому что там можно увидеть плавающие бутылки и бумажки, и какие-нибудь фантики, и картонки, не говоря уже непонятным растениях, нет желания туда залезть совершенно. И то, что происходит с нашими озерами и водоемами, меня очень волнует. За время того времени, как я росла, взрослела, природа очень сильно поменялась. Но если будет происходить так же, то, наверное, и вода, которая течет у нас из крана, не будет вообще подлежать тому, чтобы ее использовать. И так же все продукты питания, наверное, тоже на уровне правительства. Надо какой-то закон такой придумать, чтобы он был на самом деле очень жесткий, чтобы человек этого не делал, вот он не мог этого сделать. Подумал о том, что, не знаю, что его в тюрьму посадят за это. Тогда этот человек боялся, был бы страх, и он бы прекратил мыть машины и загрязнять реки всякими моющими средствами, не говоря уже о том, что смывается с машины. Кажется, человек сам так же должен сам перед собой поставить задачи того, чтобы он, допустим, не мыл машины, не мусорил, не сорил, не выбрасывал в реки какие-то, не знаю, мусор. То есть, если этот человек прекратит сам делать, один прекратит, два прекратит, десять, тогда все это закончат делать, и будет намного чище, и все это, как-то можно остановить все это разрушение экологии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok